Здесь и вот здесь мышцы. Вопрос, а к чему они прикреплены? Это же самые сильные мышцы тела, правда? Прямо к самим позвонкам? Какого же размера тогда позвонки, вот вы, педология? Прямо отсюда, вот досюда? Тогда мышцы где? Скажите, вы в обувь когда-нибудь ели? О, бедные дети! Если взять рыбий позвонок, не филе, которое мама купила, и не рыбные котлетки, а кусок рыбы взять, нормальный. И посмотрите, как что устроено. Взял вот так вот, полезу вперёк и смотрю стороны хвоста на позвонок. Что вы видите? Вот идёт тело. Вот там есть спинной обладник, вот здесь ещё один, он называется анальный. Вот идёт позвоночник. Кстати, вот в этом месте что-нибудь кроме мышц и скелета есть или нет? Смотрим на схему. В этом месте тела что-нибудь кроме мышц, скелета, кровеносных сосудов есть или нет? Рёбра вот здесь. Какая у вас интересная анатольная барышня, однако. Представьте, рёбра в этой части тела слегка затруднены. Прошу вас. А мне кажется, есть кишечник. Ребята, для кого я вот это всё рисовал? Весь кишечник где находится? Вот здесь, вот они, ребра. Так, классно. Давай тогда разбираться серьёзно. Если на этом этапе начинается горе, то какая же тогда функциональная специализация конечностей? Вы это слово «голова» слышали? Да. А слово «туловище» слышали? Да. А слово «хвост» слышали? Да. Скажите, пожалуйста, где у этой рыбы кончается голова и начинается туловище? А где у этой рыбы кончается туловище и начинается хвост? Между головой и туловищем находятся жабры, которые присоединяются? Ну, стоп, 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 стоп. Давайте будем корректно. Жабры находятся не между головой и туловищем. Ну, нет. Жаберные щели, а значит и жабры, располагаются в боковых стенках глобки у всех позвоночных. А глобка у вас принадлежит к туловищу или к голове? В голове. У вас лично глобка в голове или в туловище? Что же это? В шее у нас называется какой участок темы? Между туловищем и головой, славно. Так вот, глобка в шее, в голове или в туловище? Конечно, в голове. Исключений не бывает. Глобка только в голове у всех всегда. Что такое в шее, что такое в пищевод и так далее, на эту схему посмотрим с вами. Народ, вот это мне всегда было интересно. Неужели вам не важно, как ваше собственное тело-то устроено? Ребята, это же основа. Мы все так устроим. Да, прошу. Туловище отделяется от хвоста в районе анального отрасли. Туловище от хвоста совершенно верно в районе анального. Анус, это что такое? Это выход из кишечника. Обратите внимание, дальше эта пещера будет продолжаться или нет? Нет, все, она кончилась. Значит, вот в этом месте выходит наружу, да, все то, что не смогло перевариться и всосаться, в пищеварилке. Поэтому очень легко отмаркировать без всякого вскрытия, понять, где уже в оттенке кончается тул, и еще начинается хвост. Хвост в зоологии так и определяется. Пост анальный участок тела. То, что после адреса. Так? В хвосте никогда не бывает слома, и, соответственно, всей вот этой сложной компанией не бывает никакой. Хорошо. Ну, к слову, у известных ванных рыб границей между головой и туловищей может служить задняя граница жаберной крышки. Так, наша жаберная крышка прикрывает еще в лодочный участок, а вот эта ее граница уже принадлежит ручка. Кстати, глядь на эту схему, а кто понял, что такое пищеволок? Вот здесь вот идет труба из лодки, дальше самое начало пищеварительной системы. За пищеволок, на какой участок пищеварительной системы пойдет, как он называется? Ну, у вас, как называется? Задача желудка? Ну, громче, пожалуйста. Желудок, ура! Задачи желудка какие? Переваривать пищу – это 125-я задача желудка. 125-я по важности. А первые две задачи желудка какие? Ну, вот, приехали. Скажите, пожалуйста, вы как стоят здесь? Каждые 30 секунд по маленькому глотку пищи в течение всех суток. Или не так? Конечно. Вы несколько часов вообще не едите. А потом, какой объем борца, который вы заслужили? Скажите, пожалуйста, вот за обедом, по объему, сколько еды вы в себя заслуживаете? Одну даю. А чай вы при этом не пьете. А бутерброд вы при этом не едите. И салатик тоже не бывает. И еще каких-нибудь вкусняшек тоже не бывает. Скажите, а куда это все девается? Вот если бы шла трубка одинакового диаметра, от ротового отверстия дальше до амуса, а вы взяли и в нее вбили такую порцию, что с трубой будет? Да она порвется просто. Чертую мать. Что надо в этой трубе сделать обязательно? Во-первых, впечатление, а во-вторых, сосны. Накопитель в том месте, где еда может накопиться. И первая важнейшая задача желудка, желудка, это, конечно, накопитель пищи. Вот наши животные питаются порциями, ну, за исключением культера. Эту порцию надо куда-то деть. Ну и вторая задача, которая вам тоже может показаться странной, особенно если вы читаете Макдональдс, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, в ходе химических реакций, если вы хотите заставить химическое вещество твердое взаимодействовать с жидкостью какой-нибудь или с газом, что лучше сделать с площадью поверхности вот этих твердых кусочков? Да. Твердые куски лучше всего размельчить, чтобы обновение с жидкостью было как можно больше. Разумеется. Если вы взяли вот такой кусок, смотрите, просто, вот у вас кубик, так, с гранью один сантиметр. Давай его обучить поверхности. Итак, площадь поверхности 6 сантиметров квадратного. Сколько? Громко, чтобы было слышно. 6 сантиметров квадратного. Каков его объем? 1 сантиметр кубический. Классно. Теперь берем кубик, гранью которого 10 сантиметров. Что с площадью поверхности? Хорошо? Какая квадратная величина в произведениях квадратов по математике не проходила совсем никак же? 600 сантиметров в квадратах. Как площадь прямоугольная считается? Это произведение вот этой стороны, вот на этой стороне. А у квадрата эти две стороны одинаковые. Если вы помножаете два одинаковых числа друг на друга, как в математике эта операция называется? Возведение квадрата. Итак, какая площадь поверхности кубика с гранью 10 сантиметров? 600 сантиметров. А объем какой у него? 1000. А объем у него 1000, потому что объем это кубическая функция, а не квадратная. Теперь берем кубик с гранью метр. Какая у него площадь поверхности? 60 сантиметров. Метр, это 100 сантиметров. Площадь поверхности? 60 тысяч. Другое дело. Хорошо. А объем какой? Миллион. А объем миллион. А теперь смотрим на эти два ряда. Преувеличение размера, линейных размеров частиц. Что быстрее возрастает будет? Площадь поверхности или объем? Объем. Объем намного быстрее. А теперь наша задача получить при данном объеме большую площадь поверхности. Вот для химических процессов, как молодой человек сказал. Что надо делать с линейным размером? Чтобы при той же массе, при том же объеме, как я считаю, получить большую площадь поверхности. Разумеется. Если я взял вот так вот, порезал на много-много-много частей, то он у меня распался на вот такие маленькие кубики. А потом я взял и сложил площадь поверхности всех этих кубиков. Я получил огромную площадь поверхности. А это значит, при переваривании пища. А при переваривании происходит химическая обработка продуктов, которые вы съели, которые живое животное съело. Причем это не простые химические реакции. Это хронтативный каталис. Достаточно сложная штукенция. Так вот, чтобы он шел хотя бы с какой-то мыслимой быстротой, что надо сделать с пищей? С твердой пищей, которую вы съели? Измельчите. Ну, скажите, как мы с вами измельчаем пищу? Пережевываем. Это классно. Так вот, это только начало процесса. Причем, в этом случае пережевывание происходит примерно процентов на 20-25. А остальные 75% необходимого измельчения. Кто и как делает? Бактерии никого измельчить не могут. Это вас обманули. Представьте себе, я взял, положил на руку котлету, накрыл вот так вторую руку и стал делать вот такие движения. Чего с котлетой? Она измельчена. Останется целая или развалится? Развалится. А если я делаю еще пошире вот такие движения, на сколько частей котлета развалится? На много-много-много. В стенках вашего желудка три слома мышцы, которые, сокращаясь поочередно, заставляют желудок сокращаться и разминать ту пищу, которую вы съели. Вот это вторая важнейшая задача желудка. Механическое измельчение пищи. Если вы питаетесь в основном в суфле, пюре, отлично приготовленной паровой пищей и так далее, ваш желудок, ваш кишечник остается без механической работы. И они просто не знают, когда им надо следующую порцию пищи, куда проталкивать. А в результате? В результате пища у вас начинает в кишечнике задерживаться. Нет команды на полчок, она и стоит. Как это по-русски называется? Запол. Запол. Так? Подавляющее большинство людей, которые очень следят за своим питанием, которые используют самые разные диеты, к второй половине жизни получают эту прелесть в полном объеме. Хорошо. Такой краткий очень пищеваренок похоже сделает. Возвращаемся к пищеволу. Но зачем нужен пищевол? Итак, вот они цивомические органы. Полостные органы. Трубка, ведущая от гвозки в желудок, желудок вот здесь, это пищевол. Зачем он нашел? Почему нельзя желудок ставить сразу за гвоздкой? Прошу. Прошу. Вы абсолютно правы, юная барышня. Обратите внимание, с брюшной стороны от гвозки вот здесь, что лежит? Вот это что? Перекар. Это перекар. А внутри что? Сердце. Я взял и поставил прямо здесь орган-накопитель. И вы как следует пообедали. Вопрос, что с вами? А у вас сердце стало. Желудок расширился и обжал сердце. Так? Поэтому не бывает у позвоночных ситуаций, когда за второй полостью сразу шел желудок. Между ними коридор. Это обходной путь мимо перекардиального района. Называется пищевол. Но, как вы видите, на самом деле, анатомия такая очень хитрая штука. Ее можно, конечно, так, как обычно это в школе и делается, зубрить. С моей точки зрения, это бесконечно скучно. Ну хорошо, он выучил, как говорят в школе, хороший ученик, он все выучил. Значит, летит, что он хоть что-нибудь понял. Ну, как правило, нет. Это абсолютно не связанная друг с другом вещью. С моей точки зрения, биология намного интереснее, намного более смысл. Так? Разбирай, как систему затачь. В ней же все совсем взаимосвязано. Абсолютно. И вот теперь, вроде бы, тема нашего занятия конечности. Так? При чем-то из пищеварения, при чем-то из сердца. Очень даже при чем. Возвращаемся к хвостовому отделу. К хвостовому отделе. Вот здесь. Что-нибудь, кроме мышц, скелета и кровеносных сосудов. Есть ли я? Нет. Вот на поперечный разрез хвостового отдела. Вот на позвоночник. А теперь смотрим. Сторону спины от позвоночника отходит вот эта арка. И от вершины этой арки длинный отросток в сторону стенового клавника. Ровно такая же конструкция отходит в сторону живота. Арка. И от нее длинный отросток в сторону анализа. За аркой. С ним более-менее понятно. Это защитное приспособление в первую очередь. Дело в том, что у всех позвоночных вот здесь, на арке. Самим позвоночником какой орган проходит? Из-за спинного мозга. Спинного мозга. Абсолютно вы правы. Вот так идет спинной мозг. Орган важен? Да. В защите нуждается? Да. Поэтому вот эти кольца, я называю их невральные кольца, так, образуют защиту спинного мозга. Получили. Ну и догадайтесь, а под защитой гемальных колец что идет? Это тоже система защиты. Кровенос. Да. Крупнейшие кровеносные сосуды, разумеется. Хорошо, получили. Итак, вот оно тело позвонка, номер один. Тело позвонка. Номер два невральное кольцо. Номер три гемальное кольцо, защита сосудов. А вот эти шипы зачем нужны? Чего это такое? Да. Это спинной обручной, остистый отросток и к ней крепятся мышцы. Именно так. Это и есть система для крепления мышц. Мы с вами говорили, чтобы мышца работала хорошо, нужна жесткая точка опора. Вот остистые отростки позвонков, вот они, дают достаточную мощь и крепление для мускулатуры спины. Поэтому вот так спинные остистые отростки идут, вот так брюшные остистые отростки. А теперь вопрос на засыпку. В основном такая конструкция. Можно по всей глине тело поставить или нет? Вот у вас сечение рыбки, а где нельзя и почему главное? В брюшной полости позвонков вообще не бывает. Должен вас огорчить. В какой части тела нельзя поставить? Мы с вами договорились, что у рыб выделяют три части тела. Голова, плывище, хвост. Где можно такой позвонок ставить, а где нельзя и почему? Просто, да, смотрите, на доске, на схеме все есть. Просто мостки включите. Какую часть вот этой конструкции придется убирать в туличном отделе? Вот всю конструкцию перестраивать или какую-то часть можно оставить, какую-то надо убрать, потому что нельзя. Убьет зверя. Прошу. Можно оставить сердце не пройти. Значит, именно так. Смотрите, со спиной стороны что-нибудь меняется или нет? Что в хвосте, что в кулач абсолютно одинаково. А с брюшной здесь начинается куласть с внутренним ротными. В результате вот на целом. А здесь, как я уже сказал, кишечник, желудок, печень поджелудочная, половые железы, кочки и все прочее. Хорошие цветы. Ну и представьте, что будет, если позвонок вот такой конструкции находится в туличном. Вот, посмотрите, я нарисовал спинные эскистые, вот они, брюшные эскистые. Классно, ставлю брюшные эскистые. Вот здесь. Сквозь что они должны пройти? Ну, во-первых, вот этот, ни много ни мало, сквозь сердце должен. Он должен сердце проткнуть. Да? Вот это кролица, даже вот эта четверка. А четверка протыкает печень. Вот эта серия, она протыкает почки, мочевладящиеся стирмой, половую систему. Но это еще не все. Значит, представляете себе, как рыба плавает? Она хвост держит строго неподвижно или хвостом бьет с стороны в сторону? Ага. Вот теперь представьте, вы воткнули в печень 4 вилки, а потом за эти вилки стали еще дергать вот так, с стороны в сторону. Понятно, что такого типа конструкция вещь абсолютно невозможная. Поэтому в туловичном отделе брюшная, или на научном языке это будет называться, вентральная часть отростков позвонка просто не развивается. Их нет. Им запрещено быть. Почему? А потому что здесь полосная область. Хорошо. Вопрос. А почему тогда эти мышцы притикуют? В хвосте хорошо, там есть брюшная остиска. Прошу? Я. Именно так. Вот смотрите, основание дуги на чему строится? Вот они, два основания гемальной дуги, вроде как наши. Так? Мышечные стенки, где он, вот так, начинает расти вот такой серповитый скелетный элементик, в сторону этого основания перерастает. Ну, а вот эти желтенькие, на моей схеме, скелетные элементы, это что такое? Ребра. Зачем они нужны? А у них двойная задача. Первая задача, это, разумеется, защита целомических органов, полосных органов. А вторая какая? Вторая задача, ребра. Кроме защиты, зачем еще нужны? Хорошо? Крепление мусклопов, конечно. Разумеется, крепление мусклопов. Получили. Хорошо. А вот теперь подбираемся, собственно, к тому вопросу, а почему это все важно было разобрать, прежде чем говорить о конечностях? А по одной очень простой причине. Скажите, пожалуйста, есть такие два разных слова, двигатель и движитель. Допустим, в тех автомобилях, которые чаще всего на улице, двигатели, как правило, двигатели внутри возгорания. А вот движителями являются колеса. Задача двигателя, это превращать в механическую энергию, некоторую другую форму энергии, для того, чтобы привести в движение движитель. Хорошо. Кроме колеса, что может быть движителем в автомобиле? Или вообще в наземном транспорте какие-нибудь движители, вам известные, кроме колеса? Гусеницы. Ну, гусеницы, конечно. Гусеничные, тракторы, танки, там вездеходы и так далее. Это вам не колеса, это другой тип движителя. Хорошо. А в водном транспорте какие типы движителя бывают? Ну, ну, ну. Мотор никогда не бывает движителем, а двигатель. Вент. 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 Классно. Хорошо. А у самолетов какие движители бывают? Да? Пропеллер. Совершенно верно. Ну, в случае реактивного самолета или ракетного движения, там посложнее. Но пропеллер, разумеется, движитель. Как по-вашему, у рыбы, что является главным движителем, главным толкателем вперед? Хвост. Только не хвост, а что? Хвост. Хвостовой плавник. Не просто плавники. Плавников много разных. Да? А именно хвостовой плавник. Для подавляющего большинства рыб это главный движитель. Исключение, как всегда, в биологическом мире есть, исправило. Но для большинства, конечно, хвостовой плавник. Вопрос. А зачем тогда все остальные? Ладно-то еще вот эти. На самом деле еще четыре плавника. Ни много, ни мало. Вот здесь еще пар плавников. И вот здесь пар плавников. Ну и зачем так, ну, натыканно? Если главный движитель, хвостовой плавник. Хорошо? Может, вас понравится уже? Именно так. Здесь плавники нужны не столько для проталкивания тела вперед, сколько для процесса управления плавником. Всячески рекомендую дома, когда придете, проделать простейший эксперимент. Взять, налить в ванну стойку воды буквально. Больше не надо. Можно побольше, это не принципиально. Потом взять, положить на поверхность воды карандаш. Он утонет или не утонет? Нет. Он деревянный, он будет плавать. А потом взять и щелкнуть по торцу карандаша. Причем вложить щелчок порядочной силы. Как с вашей точки зрения, карандаш, что плавет, строго по прямой или нет? Нет. А что с ним будет? Размер. А его закрутят. Хорошо. Делаем хитрее. Я взял, заточил карандаш. Сделал обтекаемого переднего конца. И щелкнул по концу. Поплывет по прямой или его закрутят? Он сначала проплывет по прямой, а потом не станет. Ну, сначала, да. В этом случае сначала не станет. Небольшое расстояние пройдет прямой. А дальше все равно закрутят. А теперь делаем следующую штуку. Берем лезвие бритвочки. И аккуратненько врезаем вдоль карандаша. То есть мы получаем стальную пластинку, тоненькую, которая вдоль карандаша лежит точно по серединке. Она достаточно длинная. Вот теперь я положил карандаш на воду и щелкнул. Карандаш плывет по прямой или его закрутит? А вот теперь струк по прямой. В чем дело? А дело в том, что вот такие продольные выступающие ребра как раз не дают закручиваться, не дают сбиваться с курса. Такими держателями направления являются вот эти клубники. Ну, во-первых, если они находятся на спинной поверхности, их в любом случае называют спинные. Просто далеко не всегда бывает всего один спинный клубник. В некоторых случаях это бывает очень целый серий из многих спинных клубников. В этом случае просто по номерам. Самый большой, самый передний, он первый будет считаться. И еще один клубничок вот здесь. Сразу за анальным отверстием. Отсюда его название. Анальный клубник. У них задача держать на курсе. Вопрос, а зачем им тут хозяйство нужно? Продукты. А это рули. Рули глубины, рули повороты, рули наклоны куловища по спирали и там подобное. Представим себе, я опумал, я опумал вперед на какой-нибудь личной скорости. У меня грудные клубники вот так расставлены, как крылья. И теперь я беру и этот грудной клубник, вот этот, разворачиваю под прямым углом к потоку. Что произойдет? Я в какую сторону начну это разворачиваться? Разумеется. С этой стороны сопротивление движения стало во много-много раз больше, чем с этой. Значит, в результате движение парных плавников, грудных и брюшных, позволяет управлять плаванием. Причем подбирать точности режимы плавания. Насколько точно рыба умеет управлять собственным плаванием, понять очень легко, если вы когда-нибудь пробовали в достаточно глубокой луже или в каком-нибудь заливе поймать рыбу руками. Ясно, что вы своими руками пользуетесь с очень большой точностью, с очень большой ловкостью и так далее. Только на каждое ваше движение рыба будет успевать ответить строго направленным перемещением. Да. При том, что она не толкается от твердой поверхности, как мы с вами. Она ведь в одной и толкается. Это совсем другая задача по степени сложности. И так, это очень точная руля. И остался один очень неприятный вопрос. Большая белая була, кархарадон, может развивать маршрутную скорость порядка 20-22 км в час, а в броске 40-45 совершенно запросто. Весит она несколько сот килограмм. Ну и представьте себе, такая рыбка совершает охотничий просок, ей надо развернуться вправо, она разворачивает плавник, а плавник плохо закреплен, плохо прикреплен к туловищу. И чего с ней? Окола поплыва дальше, а плавник остался там. Набегающий поток просто оторвет плавник от пугольщика. Поэтому закреплять надо? Да. Весь вопрос к чему? Смотрим. Если плавники стоят прямо под центральной оси тела, прямо над позвонком, вот он, свой наплавник, к чему можно крепить основание каждого плавникового луча? К спинным осистистым отросткам. Если это анальный плавник, и он находится прямо под брюшными осистистыми отростками, к чему его лучи нужно крепить? К брюшным осистистым. А теперь, а вот это боковые плавники, а здесь есть ли брюшные спины осистистые отростки? Нет. А здесь нет ничего. Так что, оставим их без крепления? Нет. К ребрам. К ребрам задача, конечно, хорошая, но обратите внимание, ребра вот здесь срослись или не срослись? Не срослись. Не, не срослись. Теперь смотрим. Взял, вот плавник. К ребру поделил, да? Я взял, стал на него вот так нажимать. Ребро прикреплено вот здесь, вот здесь не закреплено. Что с ребром? Она все на расшире. А вы волните ребро. Большие варианты, не очень. Не очень. Не очень. Идите. А просто позвонка здесь нет. Ребра не сведены и, соответственно, к ним крепить не получить достаточно устойчивости. Вот что разрывается. Пластина, на которой слева крепится основание одного плавника, справа основание другого плавника. Кто догадался, как будет называться такая пластина? Словосочетание вы слышали? Да? Громче, чтобы все слышали. Слово пояс конечности. Слышали когда-нибудь? Вот это и есть пояса конечности. Так вот, что называется в зоологии конечностью? А конечностью называется не любой выступ из тела, а отнюдь. Нос у нас тоже из тела выступает, но это не конечность. Конечность называется производная парных плавников. И сколько у всех позвоночных может быть конечностей? Четыре. Четыре. А лучше творить две пары. При этом грамотное название переднее и заднее. Для нас с вами не сработает. В чем дело? Наши безумные предки примерно 5 миллионов лет назад совершили абсолютно авантюрное действие. Они встали на две ноги. К чему это привело? Мы с вами на последней лекции немножко поговорим. С одной стороны это дало совершенно фантастический толчок к эволюции поведения, эволюции нервной системы, социальности, речи и так далее. А с другой стороны привело к огромному количеству чисто маркологических проблем. Двуногость это крайне неудобная конструкция для тела нормального в том числе и ранофого зверя. Прежде всего проблемы возникают в сфере деторождения. И проблема это не снимаемая, проблема очень тяжелая. По этой причине. Как люди считают, что является нормой, что является патологией? То, что есть у всех, то это норма. Поэтому для человека родовые муки это норма или патология? Норма. Это норма. У всех есть. А для любого, не изуродованного, подчеркиваю, не изуродованного человеком зверя. Кого я называю изуродованным? Домашних любимцев. Особенно породистых собак, породистых кошек, породистых лошадей, породистых голубей и так далее. При воведении любой породой, хозяин, селекционер, выбирает более жизнеспособного зверя или того, который ему почему-то понравится. Ребят, не существует ни одного чистопородного зверя, который бы в дикой природе мог бы жить и размножаться сам, без участия человека. Они погибнут всем. Поэтому с биологической точки зрения это, конечно, урок. Так вот, если берем мы не уродца, а берем мы нормального зверя, четвероногого, бывают ли родовые муки? Не бывает. То есть, какого перепугаем быть? Сто миллионов лет вармиться отлаживаю схему движения на четырех конечностях. Там все подогнано вплоть так, что комар нас не подключен. Значит, переходит на две конечности, да, мы получаем вот некоторые такие проблемы, которые мы получаем огромное количество плюсов, но и абсолютно жестко с ними взаимосвязанные минусы. Куда совершенно неожиданно, кстати, список попадает. Начиная от кариеса, проблемы зубов мудрости, проблемы сколиоза. Как ни странно, все названное мной связано с вашей двумописью. У нормального зверя этого не бывает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...